Только сегодня утром узнал. Ну, у мамы, наверное, нашли, да? За расследованием следит весь Ачинск по делу кассира, который вынесла из банка почти 23 миллиона в рублях, долларах и евро. Похоже, женщина и её муж, которого также задержали, начали признаваться. Сначала она утверждала, что все деньги передала неизвестным, но оказалось, что лукавила. В ходе оперативных действий следователи обнаружили первый тайник. В гараже среди маринованных огурцов и помидоров находились 2 миллиона рублей. Пятитысячными купюрами. Деньги были в обычных фасовочных пакетах. Кроме того, часть суммы нашли в домах подозреваемых. Но это лишь мизерная часть. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей. Кассир, которая прихватила миллионы, а потом сдалась полицейским, раньше утверждала, что передала всю сумму неким шантажистам. Известно, что следствию активно помогала её мать. У неё свой бизнес по продаже одежды. На работе женщина не появлялась уже около недели. Коллеги не верят, что она или дочь хранили дома украденное. Конечно, личные сбережения, мне кажется, у каждого человека это не такая крупная сумма, это 180 тысяч. Там у каждого из нас больше суммы, просто это же где-то и на товар же деньги, всё равно накопления какие-то есть же. Я не думаю, что эти деньги будут причастны к этим. Вот я слышал, что там 2 миллиона у кого-то нашли в гараже, это да, вот это, возможно, те деньги. Те это деньги или нет, теперь предстоит выяснить. И ещё одна новость от следствия. Полицейские сообщили, что для обеспечения мер по возмещению ущерба изъят автомобиль подозреваемых. Пока ищут, где ещё почти 21 миллион рублей, а чинцы гадают, чем кончится дело. Чем такое-то? Ну их же взяли, посадили. А деньги не найдут. Я так думаю. А почему не найдут? А зачем? Я наворовал их, чтобы их выдавать. Знаете, куда-то ей нужны были деньги. Скорее всего, её мужик на это подтянул, чтобы её освободили. А мужика бы посадили, честно скажу. Это только он её подбил. Мне жалко её. Здесь какая-то мафия. И закончится это, долго будет тянуться. Чего не будет. Скажут, что мы её послали. Она боится сказать им. Так что это дело будет до Морковкиного заговора, как говорят. Сейчас семейная пара, кассир и её муж находятся в СИЗО. Их заключили под стражу до 7 февраля. И, похоже, в этой криминальной истории ещё будет много серий. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов. Инисей. Новости.